23 год мы сработали с убытком. Это впервые за 20 лет. Дело в том, что при том, что мы вырастили все как обычно, тот же урожай картофеля, тот же урожай пшеницы, также, не буду перечислять, 116 тысяч тонн всей продукции. Это ячмень, горох, пшеница, картофель, лук и так далее. Но дело в том, что картофель мы начали копать с ценой 10 рублей и закончили 10 рублей. А себестоимость картофеля в том году была 11 рублей, поэтому сработали, сам коллектив сработал все хорошо, как обычно, все пахали, все сеяли, все с удобрениями, все обработки, все шло по технологии, как и обычные года. Но поразило в том, что никто не обратил внимания на то, что 10 рублей картофель начался и закончился, лук 10 рублей начался и закончился. И то лук даже продавали по 8 рублей. Себестоимость у лука 10 рублей в 23 году была. Поэтому была действительно просто катастрофа. Это благодаря тому, что мы еще выскочили, потому что была хорошая урожайность пшеницы, хорошая урожайность картофеля, и качество было пшеницы хорошее. За счет этого мы как бы не упали совсем на колени. И поражает, что наш бывший министр сельского хозяйства России Патрушев говорит, мы остановили цены, согласовали, цены нормальные, подниматься цены не будут. Но только разница в том, что у меня и у таких же фермеров, производителей продукции сельского хозяйства, никто не спросил, а какая закупочная цена, а по какой цене мы, фермеры, производители именно, продаем картофель тот же и все остальное. Никому это не было интересно. Но самое интересное, у меня картофель покупали 10 рублей во всех супермаркетах, в пятерочках, на рынках, картофель максимум даже был 65 рублей, минимум 55 рублей. Это что такое? Это рынок, это не рынок. Это полная катастрофа и обдираловка. Картофель в 2023 году должен был по цене хотя бы быть на уровне 25 рублей, 24 рубля. Лук на уровне хотя бы 15-17 рублей. Мы не претендуем на какую-то там, как в супермаркетах, 60 рублей там или сколько. Но хотя бы эта цена была, и мы бы уже заработали и получили ту маржу, на которую наши труженики и наши рабочие работали. Но дело в том, что и в стране все подорожало. Говорили, что удобрения в 2023 году весной будет дешевле. Так и не было ни осенью 22, ни весной 23, никто не снизил ни на что. Еще мало того, что... Почему я зашел в разговор с 23 года? Потому что 24 год – это продолжение упадка сельского хозяйства с 23 года. Почему? Потому что в 23 году уже было тяжело осенью многим фермерам, а я знаю многих и в Ставрополе, и в Краснодаре, и в Астрахани. Уже осенью 23 года не за что было покупать у некоторых солярку. Уже не за что было покупать хорошие семена, потому что семена тоже подросли в цене. Многие сеяли пшеницу без удобрений. Это правда. Этого никто не видит. Но еще хуже всего, во время конца августа и сентября цена на дистопливо поднялась до 85 рублей. Мы покупали. Но сев не остановили. Мы закупили 85 рублей. И такая просто насмешка над сельским хозяйством. И в конце сева, в конце сентября, вы знаете, выступил министр сельского хозяйства. Говорит, отрегулировали. Цены упали. Действительно упали до 62-60 рублей, там 57 рублей. Везде по-разному. Подождите, а почему на сев не сделали так? Почему у нас нет такого контролирующего органа? И те поставщики дистоплива, горючего, смазочных материалов, они просто нажились, ободрали всех фермеров, всех производителей. Это всех коснулось. И тех, кто выращивает яблоки, и пшеницы, и фрукты, это всех коснулось. Это что за цена? И мы еще хотим, но это же цена ложится на себестоимость. Мало того, что благодаря это, или как, вопреки тому, что цена поднималась на дистоплива, ну и сразу же поднялась цена на запчасти, сразу же поднялась цена, мы не могли в августе найти Амафос 52-й по дешевой цене. Мне прямо в глаза говорили, надо было брать в июне. А почему я должен брать в июне? Почему поднялась цена во время сева? Сев это, образно говоря, битва, да? Битва за будущий урожай. Что будет заложено осенью, то ты и получишь. А вот теперь и получилось. 24-й год берем, весна. Многие поля пшеницы, вот сейчас опять около, да, около, но я всю жизнь проработал в этом, да, следующий год будет у меня 50 лет стажу в сельском хозяйстве. По крайней мере, что-то знаю и понимаю. Так вот, и общаюсь с фермерами, в том году некоторые сеяли свои семена пшеницы. Вы представляете, да? Надеясь на то, что весна будет нормальная, дождик, и выскочим. Что получу, то и получу. Мало того, что без удобрений. Да, многие, в том числе и мы, взяли кредиты, мы все равно сеяли с удобрениями, хорошие семена и все остальное. И мало того, что еще амофос разбросили, все сделали по технологии. Пришла весна, что получилось? И вот этот заморозок, это, знаете, как ребенок больной, слабенький ребенок, он на морозе замерзнет? Да, конечно, в первую очередь. Или такой полненький, упитанный, подкормленный, да его мороз не возьмет. Вот что получилось. Растения пшеницы весной вышли ослабленные. И у фермеров опять была надежда, что дождик пройдет, весна, все будет нормально. И многие даже просто, не буду называть фамилии, это, говорю, ответственное и знаю. У них просто, я никого не осуждаю, я желаю всем хороших урожаев. Я такой же колхозник, как и все ребята, и все фермеры. Но дело в том, что у них не было денег даже купить селитру, чтобы подкормить. И подкормили там, ну, 70 килограмм на гектар, это ни о чем, или 50, и так далее. Растение вышло слабое, слабое, весну, где нужно было подкормить, поднять листовой фон. У кого было подкормлено, хорошо и правильно, с осени заложена технология посева, пшеницу прихватило, верхушки, она отошла и пошла. Никаких проблем. Все пошло, и хороший урожай, и все, и получат они хороший урожай. У кого пшеница вышла ослабленной, понадеялись на то, ну, один понадеялся, денег нет, другой понадеялся, что в том году уже я получил, ничего не делал, тоже, как говорится, проскочим. и в общем, получилась беда, потому что мороз ударил там, где слабо. Я знаю фермеры, которые пшеницу просто скосили, скрутили на сено. Я знаю, многие фермеры просто задисковали, потому что денег нет. Денег нет. Вот с этого было нужно начинать. И не дай бог, идет продолжение. Если цены не будет в этом году, там пошлинами не отрегулируют, не отрегулируют с ценами. Многие фермеры, в том числе и я, не звезда во лбу, мы можем обанкротиться, потому что так дальше нельзя идти. Запчастяне постоянно дорожают, химия дорожает, все дорожает. Та же картофель, вот представьте, в этом году мы картофель завозили. Это страшно даже сказать. С Тюмени 160 тысяч фура. 160 тысяч. А раньше мы завозили семена. Семена, семена картофеля, а у нас 4 тысячи тонн семян. Представляете, сколько денег ушло, чтобы завести вот этот картофель. и так же все фермеры. Многие фермеры, вот в Краснодаре, они отказались просто от семян. Но семена тоже подорожали. 80, максимум 80 рублей, минимум 35 рублей семена. Это неизвестно, какие семена. И если мы раньше взять 10 лет назад от Москвы до нас семена, мы везли 35 тысяч, 40 тысяч фура. В этом году 80. 80. И разговаривать не хотят. А где и 100? Не хотят разговаривать абсолютно. Говорят, все дорожает, все дорожает. И я понимаю, водители, резина подорожала. Вот он мне прямо говорит, резину скат купить, все подорожало, запчасти подорожали, дистопливо подорожало, все подорожало. И они подняли цену. Вот она себестоимость теперь картофеля. По какой цене она должна быть? По какой? Если все подорожало. Нет, никто не обращает внимания, все остальное. Погибло много в этом году, ну, тысячи гектаров. Там, не знаю, называют цифры, я не буду их называть, потому что погибло пшеницы очень много. Ну, почему-то по телевидению везде говорят о яблоках, яблоки, да, я не завидую тем, у кого яблоки погибли, и не желаю никому, но дело в том, что без яблок мы как-то могли бы еще и прожить. А вот проживите без зерна. Вы знаете, что получилось с кадрами в области, да, будем брать. Да и в стране такая же. Сейчас многие трактористы, многие механизаторы ушли защищать нашу Родину, проще сказать. Вот у меня четыре забрали, четверо добровольцев ушли, и пошла чехарда с кадрами. Неужели у нас никто не знает другая проблема? Я понимаю, что надо восстанавливать Луганск, надо восстанавливать Донецк, Запорожье, Херсон, наши братья, наши живут там, все наши люди. И многие уезжают туда на стройку, бросают поля, бросают трактора. Вот сейчас повально все жалуются, нет кадров, нет механизаторов, нет. Кто будет выращивать хлеб? Я понимаю, что надо поднимать те города, но платят там в два раза больше. Вот я спрашиваю, у меня вот 70, в среднем 78 тысяч получает тракторист. там на стройке платят 150-180 тысяч. Куда он пойдет? Конечно, пойдет туда. Вот почему, опять же, это никто не видит. Почему у нас на рынках коррупция? Почему, ну, это немыслимо, вот скажите в какой-нибудь стране, если я отправляю картошку 10 рублей, она на рынке 60, в 6 раз, в 6 раз, тогда назовите имена, кто положил в карман, вообще не занимался картофелем, вообще ничем не занимается, и просто ложат в карман больше, чем тех, кто выращивает и производит этот картофель. Когда же наведем порядок? Я был в Финляндии, сейчас, как говорится, нельзя Европу там приводить порядок, но я до войны был в Финляндии, и я задавал фермеру, вот на этом как бы ноте можно и закончить, вот я говорю, у меня картофель 10 рублей, сколько, а он отправляет полностью по договорам на супермаркет сразу, я говорю, сколько в супермаркете, а он говорит, 14 рублей, наша делегация упала сразу, 4 рубля логистика, 4 рубля, а у нас 10 рублей 60 рублей, покажите те лица, кто ложит в карман вот наши деньги, вот я обращаюсь и к правительству и к нашему президенту, все остальное, цену нужно, если где-то на рынке регулировать, начинать нужно, с поставщика производителя, почем у него цена, влаживается он в себе стоимость, если действительно цена нормальная, вот там и регулируйте, регулируйте логистику, которая на рынке, ну, наши покупатели проезжают, я говорю, куда столько, ну, там надо дать, там надо дать, там надо заехать, там все, и везде коррупция, когда мы это уберем, когда у нас рынок будет нормальный, я не знаю, поэтому радости мало, сельское хозяйство просто сейчас все кричат, начиная от Дальнего Востока до Калининграда, все кричат, вот просто стонут. Вы назвали урожайность хорошую в прошлом году по картофелю, какая она была у вас по хозяйству? 450-500 центеров, и что, вот представляете, если бы она у меня была 250, ну, мы бы с вами уже, наверное, не разговаривали, или урожайность пшеницы, у нас была в среднем, она по тому году вышла, 70 центеров, а были поля, где были 95-87 центеров с гектара, вот о чем речь. Овощеводы ждут снижения урожайности из-за возвратных заморозков. Вы чего ждете по своему хозяйству? Ну, знаете, те, которые южнее, я, я же говорю, я держу всегда связь, держусь с Краснодаром, многие, могу сказать, много фермеров, талантливых, хороших, ну, хозяйство хорошее, крепкие, так вот, те, кто южнее, вот Краснодар, и взять даже в Ростовской области, Ольгинская, вот знаете, хотя у нас разница тут 120-150 километров, вот, у них картофель вышел раньше, и листовой фон был больше, и у них ударил мороз, именно вот, ну, как правильно по-русски говоря, по кусту, по листовому фону, у нас картофель, он только начал выходить наверх, и он ударил вот эти два, два, три листочка, да, они такие были коричневого цвета, думаем, вообще кино, думаем, что дальше делать, но, посоветовавшись со старыми картофелеводами, звонили в Центральную Россию, даже в Нижний Новгород, они говорят, не бойтесь, продолжайте поливать, корень целый, мы посмотрели, корень целый, стебель сам целый, все цело, все пойдет нормально, и действительно, мы начали отливать, как мы это у нас было всего прихвачено с 1400 гектар, где-то около 60 гектар, мы посмотрим, для самих интересно, но я уверен, может и повлияло, но, я думаю, у нас не сильно на урожайность, у тех, кого от куст поразило полностью, вы сами представляете, картофель уже энергию отдала, отдала, клубень отдал, и большую часть отдала, и они тоже начали, куст этот черный лежал, уже негодный, и они начали тоже поливать и отливать, картошка практически начала пускать вторые побеги, третий там, и выходить, но, чтобы образовался куст, а картофель питается и зависть образуется благодаря питанию через листья, листовой фон, то вот как раз этого куста уже такого не будет, питания поступать уже будет меньше, намного, ну, 50%, это 100%, и урожайность, я думаю, она упадет наполовину, это центер, если, но уже есть результаты, с Краснодара звонили, вот у кого мороз прихватило, они выкопали уже картошку, 150, в некоторых 200 центеров, все, сейчас просто, обязательно, нужны льготные кредиты, под 3, под 5%, и основные кредиты, это которые хотя бы 8-9 до 10%, но не 16-17%, которые вот сейчас мы набрали, просто не в силах, фермеры просто не берут, ну, неужели нельзя, вот как насчет цен, ну, неужели нельзя у фермеров по России сделать анализ, что фермеры не берут, потому что 17%, а если и правда, вот я фермерам звонил, ему предлагали 24%, это что за кредиты, это что за помощь, так вот в первую очередь надо льготные кредиты, и основные, которые там на оборотку мы берем, они должны не больше 10%, это вот крик души, сейчас нужно фермерам помочь, субсидии на дистопливо сейчас, обязательно, субсидию сейчас на химию, и удобрения, вот три вещи, я почему не говорю за деньги, да, вот многие часто слышу, говорят, выделили 10 миллиардов, вот голуби, говорит, выступает, 10 миллиардов выделили на область в связи с этой обстановкой, ну это абстрактная такая, 10 миллиардов, куда не делись, непонятно, кто получил, по крайней мере, я открыто говорю, что за 20 лет я не получал вот этой помощи ни разу, при Ткачеве выделяли 20 миллиардов денег, а чтобы это было понятно и доходчиво, вот на сегодняшний день дайте нам, мы же не просим безвозвратно, дайте нам льготные кредиты, дайте сниженная ставка на основные оборотные деньги, дайте нам субсидию на дистопливо и не тогда, когда уже отсеялись, а вот именно до сева, и дайте нам субсидии на те же удобрения, которые уже зашкаливают. вы много лет ориентировались, делали ставку на лучшую мировую технику в овощеводстве, сейчас она и очень дорога, и запчасти, вот как вы сказали, сложно доставать, но я так понимаю, что переориентироваться на что-то другое и нет смысла, поскольку и отечество растет. вы просто хороший вопрос такой задали, до войны у нас практически джандир, классы, комбайны, все это импортно, да, что бы мы там ни говорили, это высококлассная техника, ну, если так точно сказать, то вот у меня есть комбайн класса 10-го года, 14 лет, вот я говорю всем, и другой 11-го года, их три там вот такие первые, ни разу никакого ремонта, ни разу, только замена там сегмента, ну, текущие, текущие вот эти вещи, которые во время работы там все, ни разу ни одного ремонта, двигатель, ни поршневой, ни кольца, ничего не кидали, это я ответственно сейчас заявляю, потому что кадры, конечно, хорошие, мы вовремя делаем ТО, вовремя делаем фильтра, меняем, на это я денег не жалею, мы это все делаем, но я хочу сказать, что на классе, что на акросе фильтра одинаковые по цене, и те же фильтра, можно сказать, и масло, что на акросе, что на классе, и цена такая же, и вот когда война началась, был страх, думаю, что же я теперь буду делать с этими классами и все остальное, надо что-то, а что отечественного брать, вот что брать, ну, я взял, война началась, взял два кировца, две тысячи моточасов, у него прогорела головка, мы поменяли кольца, и мало то, что хамское отношение, звонили на завод, звоним, вот это в Ростове стоит, в Батайске ихняя фирма, они говорят, мы не выезжаем, я говорю, это ваш трактор, извините, приедьте, расскажите, скажите, сделайте ТО, мы вам заплатим, нет, так никто не приехал, мы собственно, ручно, хорошо, что у меня кадры есть хорошие, сделали этот двигатель, сделали эту уголовку, все, так вот, я хочу обратить внимание, две тысячи моточасов у Джандира и у класса, это обкатка, это обкатка, так вот, по программе 3D, фирма Астон, это подтвердят, я по 3D, мне новый привезли сразу, и уехал мой трактор, на ходу заехал сам, 20 тысяч моточасов без ремонта, 20 тысяч моточасов, мы даже с инженеров стоим и думаем, а может зря мы его отправили, надо было еще его оставить, чтобы он поработал тут на Россию, вот о чем речь, был страх, да, надо переходить, но страх один, ломается тот же Кировец, столько же денег, масло двигателя сразу ведрами заливали, потом вроде поставили другой двигатель, такая же система, потом третий двигатель, там ребята просто так в ремонте, в мазуте и все остальное, опять же, Кировец, бог с ним, для пахоты, ну попахал, ну закультивировал, что дальше, поставил, а это мне невыгодно, как в Европе говорят, трактор должен постоянно работать, а кто будет сеять морковку, а кто будет сеять лук, где ряд линейка начинает 120 лошадей, 120, 150, 200, 250, и вот этот уже конечный 350 лошадей или 300 лошадей, Кировец, который для пахоты, нету линейки, я инженеру прямо на заводе одному сказал, говорю, где ваши трактора, вы говорите, у вас есть, нету, МТЗ Беларуси, они настолько испортили, что я два МТЗ купил, они доехали до двора, в одного бортовая отвалилась, а в другого стуканул двигатель, и это кино, мне приезжает менеджер, правда, говорит, ну что вы так расстраиваетесь, двигатель мы завтра вам поменяем по гарантии, поменяли, правда, бортовую мы тоже привезем, поменяем, поменяли, я просто не за это, он говорит, а вы расстраивались, я говорю, да дело же не в этом, дорогой ты мой, я инженер, зачем такие трактора вы выпускаете, вот о чем речь, почему я должен двигатель менять, и он до двора не доехал, почему я должен мост менять, если он до двора не доехал, вот вопрос, я могу поменять, но дело в том, что я без конца и края буду менять, так получается, где дешевле, я джандир купил и 20 тысяч муточасов, и я не вру, мы можем сейчас проехать, у меня есть два тракториста, я вам как-то вперед рассказывал, который в трактор не пускает своего сменщика без тапочек, у него коврик, он в шортах, в белых майках, сидит, слушает музыку, и все у нас на спутниковой навигации, он сидит, музыку слушает, трактор сам шурует, развернулся сам туда, все, я когда это увидел сам, мне же не 17 лет, я просто обалдел, вот это он мне прокатил круг, трактор сам едет, а впереди канал, у меня руки затряслись, и ногами я начал тормозить, все, он смеется, он раз, развернулся и поехал, я говорю, все, высаживай меня, все, у меня нервы слабые, вот о чем речь, а мы, а нам пытаются навязать, ну что ж вы, ну надо ж, а как вот мне часто говорят, надо быть патриотом своей родины, а я говорю, вот я-то и есть патриот родины, я заставляю американцев, немцев работать на Россию, и они пашут тут так, что немцы удивляются, не вырабатывают все, ну, Ремкин культиватор у нас был случай, мы купили, и у него за сезон стерлись все диски, и все, мы вызываем, говорю, что за ерунда, за культиватор, а он, немец, конечно, растерялся, они лысые, диски, все, говорит, не может такого быть, не может, как это, все, уже там начали, сейчас будем звонить на завод, все, они же там щепетильные такие, говорит, а сколько там это, гектар он сделал этот культиватор, а инженер стоит, 2000 гектар, он, как, не может быть, тогда вот другая страна не может, он же столько не должен делать, это все, а у нас один залез, другой вылез, другой залез, а другой вылез, и вот так же и трактора, если у них джандир там рассчитан на 10-15 лет, а мы ему там за 5 лет 20 тысяч моточасов, а, и все. На сегодняшний день с кадрами у нас восстановилось, все нормально, обучаем сейчас, может, так, Богу угодно, но у нас уже 60% молодежи, мы их сами обучаем, получают права, хорошие ребята, не хуже, стариков, работают с азартом, кадры есть, все есть, ну, дай Бог убрать, пока все, виды неплохие, ну, хотелось бы в конце поговорить потом, что мы получим, но самое одно, что влияет на все вот это, это сложившаяся цена, отпускная, какая будет на всю продукцию, вот это нужно донести нашему президенту, я не хочу обращаться больше никому, вот просто к президенту, чтобы он действительно узнал правду, что, ну, если мы сейчас не обратим внимания, если мы сейчас не будем давать кредиты, не будет субсидий, о чем я сказал в период, ну, мы потеряем потом больше, намного, и страна потеряет очень много, это не так просто восстановиться любому фермеру, не так просто, это лет 5-3-4 года, опять заново на ноги становиться, это не так просто, потому что это как комок, поэтому сейчас просто, вот сейчас нужно обратить внимание и помочь сельскому хозяйству хозяйству. ходить, чего